Приветствую вас! Европейский лидер, наш хорошо известный, Жозес Баррель, сказал, он пока не видит, что Россия готова к отводу войск территории Украины. Но дополню, но может быть поздно. Еще интересная ситуация, но это уже как бы военный эксперт. Вы знаете, сейчас военных экспертов очень много. Да, 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 это в отставке. Американский лидер в отставке, сделал обзор, посмотрел и сказал, что мобилизация, которую провел Путин, она полностью провалилась. То есть она с точки зрения военной тактики не улучшила ситуацию, ухудшила и создала действительно как бы, ну, скажем так по-простому, дополнительные проблемы для логистики. снабжения и так далее. Все, там довольно многое, что он рассказывал. Ну и, соответственно, сделал вывод, что это этап к развалу Российской карты. Ну, так что да, согласен, согласен. Не, по большому счету, я понимаю, что для Путина, понимаете, примет решение, я, вот, высказать. Я, пи-пи-пи-пи-пи. Ну, не могу повторить СССР. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я, пи-пи-пи-пи. Я, пи-пи-пи-пи. Потому что, да, 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 да. Не, ну, понятное дело, что он проиграл. Причем, помните, в Кремле уже четко поняли, что проиграл. Там будут, если посмотреть все их сценарии, все планы, они сводятся к одному, как убежать. Да, есть планы, которые, там, превратить в Крым, такой, типа, суперкрепость, непотопляемый авианосец. Да, такое есть. Есть планы, там, порыть окопы, так далее, что уже есть. Ну, все планы убежать. Все, абсолютно планы. Там, не, они появляются, но вы сейчас, знаете, предки, даже, честно говоря, в последнее время обсуждать никакого смысла. Они с такой скоростью, появляются, с такой скоростью, умирают, что ли, и успеешь обсудить. Ну, дело же здесь. Да, действительно, фактически, нас... Ну, понятно, вот, давайте так разговаривать. С точки зрения военных, России надо сваливаться, Украина, потому что ситуация ухудшается, будет ухудшаться постоянно. Потому что, понимаете, люди с оружием, это страшная вещь. Ну, я обмену, бомбилизин, страшно. А когда вы их не кормите, плюс ко всему зима, холодно, голодно, то, ну, мягко говоря, не тех начать стрелять. Вы же понимаете, да, да, вот такая ситуация. Так что, такое, да. Но, с политической, сказать, ну, как же великий Путин может признать, что он лоханулся. Да, лоханулся. Да, да. По этой причине, да, обсуждают вариант, что давайте мы поменяем Путина на другого, и тогда уже, соответственно, ну, можно сказать, ну, он ошибся. Он не хочет, вот зараз, это не хочет. Не, понимаете, какая ситуация, он же превосходно понимает, что даже если его сделают там президентом вселенной в рамках России, ну, можно должность. Он же превосходно понимает, что любой будущий, скажем так, ну, назовем старшой по России, потому что, вы понимаете, самое решение принимает Пекин, и в России уже решение никто не понимает. Так вот, старшой по России, но он будет от него вытирать. Это он знает. Но так как он про Объельцина вытирает, так сам против него вытирает, ну, у Горбачёва тем более. Это он знает и боится, и понимает, что будет. Вот сейчас, вот все, кто сейчас его там вылизывает, зализывает, будут. Ох, как Матюка! Да, такое есть. По этой причине, ну, никак. Хотя, да, время, время. Не, я понимаю, происходит, но понимаешь, он совершает ошибку за ошибкой. Вот это вот его обстрелы Украины, вот все, все. Да, к слову сказано, да, ремонтирует, ремонтирует, свет есть. Не, понятно, с прорывом, ну, работает, так что опять на черта не получится. И опять же ситуация, украинская армия опять наступает, ну, сообщение Генерального штаба Украины. Украинские войска на левом берегу Днепраха, Сомска, область. Наступление, ну, понятно, нет, не спорю, не спорю. То Крым вообще не дошли. Наступление ведут. Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что у нас закончили. И это все потевает. Ну, вот военные данные. Тут даже, ой, был. Ну, это я вам, давайте так, я вам просто расскажу, как анекдот. Потому что это действительно человек, который запустил всю информацию, можно почитать. Время, когда вы читаете, ну, я не обращаю внимания. Ну, типа, российские военные готовят переворот. Да вот, рад ясно готовят. Ну, нет, нет в России таких военных, которые могут делать переворот. Юмористы. Не, опять же, типа, вот военные, да, видят поражение. Ну, все, прекращайте. Я все, ну, это вообще нереально. Я говорю, это как анекдот. Ну, то, что военные на сегодняшний момент действительно, ну, однозначно считают, что войска надо выводить, это факт. Да, я говорю, что если посмотреть по планам, есть планы, где предлагается вывезти на рубежи вот 24 февраля. То есть ДНР, ЛНР оставить там. Там же просто вот эти линии построены. Есть план, который вывезти весь, ну, Крым, это всегда, это наши. Так что, да, такие есть. Ну, понимаете, опять же, вот эта вот беда, когда с точки зрения здраво-логика ударилась об идиотизм, ну, давайте так, без зуба щенка. Прямо, понимаете, и вот его идиотизм не позволяет произвести решение. Так что мы ими, да, к сожалению, ну, это я обращаюсь к бюджетинам России, к сожалению, ну, вы же обратили внимание, что количество убитых каждый день больше, больше и больше. Ну, уже, ну, идем, как бы, на рекорд на 100 тысяч убитых российских жителей, точнее, российских военнослужащих. К этому идем, да. Ну, уже почти 90. Ну, калеченных и так дальше вообще, ну, там и сам происходит, видите, что творится. И причем вы же происходит, но понимаете, что украинская армия значительно более эффективнее сражается, чем мобилизованная. Во-первых, умеет, а во-вторых, вы же не забываете, что украинская армия сражается за Украину, понимаете, а мобилизованная, ну, за что, за пайку супа, это же смешно. И вот такая вот ситуация. Так что, я в украинске могу такое слово очень бачить, да, ну, не я, это же самое. Так что, вот такая вот ситуация. Ну, что ж, разбиваем дальше. Несмотря на то, что сейчас не хочет, ну, там убил, убил, убил. Все российские фашисты с территории Украины убили, не прижали. Это достаточно. А пока что, благодарю за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok